Доброе утро! Живительный напиток. Отвратительный, отвратительный, живительный напиток. Думаю, как-то исправить ситуацию, добавить сюда льда, что ли. Мне кажется, если туда добавить лимончика, может быть, будет менее гадко, но не факт. В общем, это всего лишь вторая моя кружка, которую я буду пить. Вчера я не пила, потому что в 6 утра перед работой выпить вот эту гадость, я подумала, что это слишком жестоко для моего организма, поэтому не пила. Хотя, не буду скрывать, вот там стоит настоящий живительный напиток, который я действительно хочу. Не вот эту гадость. Ну что, я не уверена, что буду продолжать растить именно виды грас, потому что на вкус он мне очень нравится. Если я как-то смирю свой организм с ним, то, возможно, проблема еще не просто во вкусе, его, но и в выращивании. Это вообще самая сложная культура, хотя растет без ничего, но это постоянная плесень. За ней просто моргнешь, и у тебя что-то заплесневело. Это не есть хорошо, поэтому очень много внимания требует эта пшеница. Заплесневеть прям норовить чуть что. И гадость редкостная. Ну и как бы соковыжималки у меня нет, не знаю, насколько на свет. Но мне кажется, хлорофила тут предостаточно выжилась. Вот это еще мерзкая пенка сверху. Подожду, может она осядет? В общем, доброе утро. Вот такие вот у меня эксперименты. То ли Витграфс так меня взбодрил, то ли я просто решила сделать все и сразу. Смотрите, готовлю мужу сырники, как всегда, в своей любимой помощнице, вафельнице. И наварила целый тазик. Это заварной крем. Очень вкусный. Но я вообще очень люблю заварной крем. Кстати, планирую как-нибудь из сливок сварить что-то в кето-варианте. Это, конечно, не кето-вариант. Это обычный заварной крем. Будет с сырниками кушать. А для себя я решила тоже десерт сделать. Халу. Наконец-то я решилась. Давно планировала. В общем, здесь 250... Сейчас нет. Здесь 125 грамм. Я на половину рецепта делаю. 125 грамм семечек. 50 грамм масла растопленного. И там 200 чайные ложечки моего салзама. В общем, сейчас все это измельчу, соединю и разложу по конфеткам. Там измельчать буду в кофемолке. И разложу по формочкам для льда. Такие конфетки сделаю. Внизу я, наверное, напишу, если не забуду, обожелу этого всего дела. Из рецепта, который я взяла. То есть это не мой рецепт. И там девочка все рассчитала. Я тоже прикреплю, покажу. Вот такое у меня тесто на обхаву получилось. Делать я ее буду вот в таких формочках. Я думаю, тут грамм 20, наверное, будет. Но я взвешу, покажу. Еще хотела сказать, многие, кто видит у меня вот эту помощницу, спрашивают про нее. Офигенно она все делала до этого момента. Вот сейчас я не могу. Первую партию положила. Я не могу открыть. Оно склеилось. Потому что вот здесь это сырники. Здесь яйцо, немного муки и творог. И здесь совершенно нет никакого жира. Я привыкла, что кето-тесто, оно очень жирное. Оно просто отскакивает от вафельницы. Но, видимо, для обычных сырников нужно было хорошенько ее смазать. В общем, я сейчас знаю, как буду извлекать это оттуда. И вот имейте в виду, что если это не кето-тесто, то ее все-таки придется смазать жирком. Я распределила халву. Видите, видно, что я не очень хорошо ее измельчила. Тут прям кусочки. В общем, это на халву по консистенции, наверное, будет не очень похоже. Но это мой первый опыт халвы именно на кето. Я на самом деле делала халву не кето-варианта. Но там варится сироп, там взбивается белок, там совсем другая технология. Ну, в общем, это мой первый опыт. Я, честно скажу, облизала ложку попробовать на сахар, потому что сахар замы у всех разный, и его приходится на вкус класть. И нормально. Вкусненько, на халву похоже. Кстати, вот отковыряла я первую партию. Она на самом деле не такая подгорелая, как выглядит. И смазала вафельницу. Так что, имейте в виду, надо ее все-таки смазывать, если это не кето-тесто. В общем, я это отправлю сейчас в холодильник, потом извлеку, в боксик сложу, и буду кушать как десерт. Наверное, сегодня же и начну, потому что очень хочется. Кстати, кофе я свой еще не допила. Поэтому вся моя энергия, это энергия китоса, и энергия, возможно, ветграсса. В общем, занимаюсь. Вот такой урожай я буду сейчас собирать. Это подсолнечник. Он у меня слегка перерос, потому что вот уже появились настоящие листики. В этот момент он может начать горчить. Почему перерос? Он у меня вчера вечером, еще его надо было собрать, это же не так, позавчера вечером. Но я его перед работой, но мне было просто ужаление, я хотела спать, я его засунула в холодильник. Два дня он у меня стоял в холодильнике. В холодильнике, ну вот именно в таком виде, посаженном и несрезанном. В холодильнике он практически не рос. Вот как я его поставила, так он практически и стоял. Только вот примерно так. И сейчас я его срежу, в чашечку промою, и он у меня еще может где-то до недели стоять просто в холодильнике. Но столько он, конечно, стоять не будет. Кстати, вот здесь видно, что не все еще. освободились маленькие неделю он конечно меня стоять не будет я его за пару дней в салаты определю я его добавляю во все салаты как любую другую зелень но вот именно подсолнечник больше всего понравился понравился и мужу и понравился его сестре я на работе то что она выращивала работе мы едим с ним вместе в общем горошки не очень понравился а вот подсолнечник очень это меня на потоке своей подсолнечник уже один срезают другой замачиваю в общем регулярно использую кстати как есть ли у кого информация может быть напишите что в этих ростках с омегой 6 если в подсолнечнике но всеми всеми не очень много омеги-6 как насчет зелени сильно ли я увеличу потребление омеги-6 когда потребляю вот такие ростки если у кого есть информация пожалуйста напишите то что я не нашла в сети делаю салатик вот так выглядит этот процесс мне кажется довольно забавно как на огороде я сейчас сделаю салаты таким способом я беру что-то какую-то макро зелень обычно латук айсберг для даже капуста квашеная или свежая сейчас у меня это вот такой микс салата но тут в основном рукава и один листик родичи по моему все это будет основа салата и дальше я добавлю все что у меня уже созрела а созрел у меня вот такой горошек смотрите какой он кудрявый я просто балдею от него супер на работе у меня он прям хоть вытянулся он какие-то в полтора раза больше потому что там нет ламп нет подсветки а на улице пасмурно света нет а здесь вот такой вот кудрявенький красивый еще я дорежу туда вот такая микрозелень это у меня чтобы вы думали лен просто лен очень даже классно всходит обычные семена льна которые я перемалываю в муку иногда ем это растет растет все лучше от мне кажется ли он из прошлой партии у меня вот еще здесь подсолнечник и выросла вот такая вот прелесть но я была слишком самоуверенно и не подписала ее но это либо крест салат либо рукава либо брокколи в общем я не знаю что это семена у этих мелких культур похоже но мне кажется это брокколи все-таки вот такая прелесть накрошу еще туда все это но еще кабачок чтобы хоть что-то было такое твердое не не зеленое все это я накрошу и будем есть сможем я заправляю это оливковым маслом он подсолнечным потому что ли в кого его не могу заставить кушать да и сама им есть честно через силу вот и сегодня у меня будет вот такой вот салатик на ужин на обед не знаю один или два раза буду кушать сегодня я ухожу еще начну смену так что скорее всего сегодня все-таки вы два приема пищи вот так выглядит хавана еще мягковато я еще с морозилку вот смотрите 1 1 конфеточка 12-13 грамм примерно весит то есть две-три конфетки такие я думаю можно скушать но не каждый день конечно есть час закрою боксик и папы в морозилку чтобы дольше хранилась а тут у меня нет уже а вот и мой обед половина первого необычность этого обеда сегодня в том что я его полностью занесла тот секрет я вставлю картиночку то что я смотрела смотрела я конечно не на калории смотрела я на процент соотношения белков жиров к углеводам в общем вот такие циферки меня получились ничего специально я не измеряла просто внесла то что уложила с зеленью конечно все примерно то есть я не точно там 20 грамм у меня гороха там 5 грамм рукава и все такое нет просто занесла все это как зелень в общей массе я думаю это неважно какая именно зелень слишком мало там всего содержится но вот такие продукты как масло как сыр орехи рыба сама конечно должны быть посчитаны если хочется видеть процент в общем проценты вот такие как видите не такие уж и большие калорийности тарелки получаются а процент хороший у меня все в принципе устраивает ну а что же здесь мы это уже обсудили здесь много зелени микро зелени и все это заправлено оливковое масло плюс соевый соус плюс чеснок даже 3 грамма чеснока я тоже занесла fat secret немного селедки половина упаковки которую купила вчера вторую половину оставлю мужу и чтобы еще как-то добить белок добавила отварожного сыра здесь три такие халва конфетки здесь получилось ровно 39 грамм ну и витамины витамины д витамины цели висел и омега еще выпьем конечно свое свою таблетку от синусита и 17 30 это мой ужин перед работой покушаю пойду на работу ночную смену здесь салат из микро зелени и рукавы который делала утром разбавила его квашеной капусты заправила оливковым маслом 2 сырные вафельки на основе 30 грамм сыра и яйца и тушеное мясо доедаю его еще осталось как и предыдущая порция эта порция вся посчитана занесена вставлю решила провести вот такой эксперимент некоторое время посчитаю или буду периодически считать еще не решила ну вот то что буду считать буду показывать